Всем привет! Пятое испытание в событии прикладной использования кристаллов. Сегодня у нас условие следующее. В течение 6 секунд после того, как персонаж активирует по противникам реакцию пира, сопротивление противникам, противников всех элементов снижается на 30%. Так, ну окей. Ладно. И мне предлагают Роликина взять! У-у-у, слушайте. Но, знаете что? Давайте сейчас еще раз вернемся на предыдущую страницу. Мне просто интересно... Так. Это Крио, да? Гидра, вижу. Я предлагаю следующий вариант. Первая пачка у меня, как обычно, будет состоять из одного персонажа. Этого будет достаточно, я думаю. Крит урон персонажа, соответственно, увеличивается. Да, я думаю, что давайте все сюда зальем. Отлично. А здесь, естественно, я думаю, можно расположить вообще кого угодно. Кстати, у меня даже хутау есть. Может быть, свою хутау поставить? Ису, погоди. Не-не-не, слушайте. У меня есть другая идея. У меня есть свои персонажи, которые могут, способны здесь участвовать. Вот таким составом, ребят. И дальше. Персонажи, соответственно, получают бонус. Угу. Защита. Ну, давайте все тогда на первый скил возьмем. Посмотрим результаты этой пачки. Мне кажется, она будет бессмысленной, но все равно. Отряд не настроен. Да ладно тебе. Там Нюбелит один стоит. Я уже вчера говорил, что этого будет достаточно. Поехали. Ну что, мы видели довольно неплохие результаты в предыдущих испытаниях. Пришло время посмотреть, как справиться с Нюбелит в этом. Напоминаю, что это эксперт, x10. Вау. А это уже проблемы, кстати. Этот самурай не хочет падать. Но этот, видимо, тоже. Они же еще лечатся, да? Так. Во. Поехали. Главное выбрать с позицию правильно. Если вы понимаете, о чем я. Ух ты, кто там дальше? Да, слушайте, но я, конечно, в каждом видео, где участвует этот персонаж, постоянно о нем говорю и хвалю его, но вы сами, наверное, понимаете, да? То есть, особенность этого персонажа заключается в том, что вам даже кнопки нажимать не надо. Вы, по сути, направляете этот луч, куда вам надо, да и все. Урон у него и так бешеный, как видите. И он очень удобен, как против одиночной цели, так и против большого отряда противника. Я не знаю, мне кажется, что в этой игре найти такого же персонажа, как Нювелец, по-моему, его не существует. Ну, я напоминаю, что, кстати, 9 мая мы будем крутить Орликина на втором аккаунте. Я очень рассчитываю, на самом деле, на этого персонажа. Я надеюсь, что у него тоже есть скрытый потенциал, о котором я не знаю, кстати. Я потом также буду восхищаться им, как и Нювелец. Там будет у нас почти 900 крунтов, ребят. 900! Я рассчитываю взять x6. Так что... Так, поехали. Пожелайте удачи. Сколько там? 5000, ребят. Ну, знаете что? Нет, были, конечно, лучшие испытания, где он показывал больший и лучший результат, безусловно. Ну, 5600. Да, мы не наберем платину, к сожалению. Давайте посмотрим на... Вау, летел немножко, не успел. Посмотрим на второй этап и нашу пачку. Кстати, как Орликина себя будет ощущать здесь? Единственная проблема, хотя... Нет, это не проблема. А ну-ка, поехали. Используем все, что есть. Орликина, пошел. То есть мы зажимаем Ешку, как я понимаю, да? После этого делаем... То есть Ешку зажали. Заряженная атака пошла. Мы получили долг жизни, или как он называется? Йоу, как же больно. А ну-ка стоять. Нет, так не работает этот, ребят. А вот сейчас... Мне надо зарядить. Нет, не получится. Тихо! Мне надо привыкнуть. Я считаю, что все-таки у этого персонажа есть потенциал. Но единственное, что я, к сожалению, пока что еще не привык. Вот оно, лечение великолепное. Я так подумал, да, по сути, нам вообще не требуется хилер в команду, да? Когда Орликина будет основным ДД. Так, да, у меня, кстати, тоже неплохо и неплохо прокачано, но она упадет быстро с учетом того, что у меня нет... Здесь хилла, да? Зато вот она может интересно сделать. Давай, пошло дело. И этот, по-моему, X1, да? И тебе правильно понимаю? Я не хочу льду использовать, мне лечение понадобится. Ладно, давайте. Окей. Долг жизни. Ну давай же. Ну, кстати, если знаете, кого надо было поставить... Понял тебя. Спустись ты! Я не хочу... Ну ладно, придется. Занимает очень много времени. Слушайте, ну 7300, да? С учетом того, что я использую этого персонажа... Не, ты точнее, я бы сказал бы, не единственный персонаж, который в этой пачке используется. Ну слава пока что, я что-то не могу понять, в чем здесь суть. Ладно, главное научиться, правильно? Я думаю, что обладатели этого персонажа... О, там достижение какое-то дали в конце. А что за достижение? Ладно, золото, ребята. К сожалению, не платина, но ладно. Надо посмотреть, что за достижение мы получили. Я не знал, что здесь, в этих испытаниях, вообще можно это сделать. Давайте выйдем, посмотрим. Возможно, это как раз достижение, связанное с Орликина. Ну, я так думаю, по крайней мере. Так, и... А, ну я теперь не посмотрю, да? То есть она, скорее всего, была Х0 даже. Это не Х1, а Х0 она была. И пушка, скорее всего, тоже не прокачана. Так, пройдите подземелья четырьмя персонажами одного элемента. Вау! Так я в точку попал, ребята. На этом все. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok